приветствую вас на канале интересное рядом и сегодня мы с вами отправляемся на самое глубокое в мире озеро байкал байкал относится к древнейшим водоемом планеты благодаря разнообразной флоре и фауне озеро вместе с прибрежными территориями стало неповторимым и привлекающим внимание туристов и ученых природным объектом предположительный возраст байкала 25-30 миллионов лет но как именно он возник на земле однозначного ответа нет из десятков теорий только две научно обоснованы и наиболее распространены обе подтверждаются фактами и результатами исследования акватории согласно тектонической гипотезе озеро появилось из-за смещения литосферных плит 25 миллионов лет назад на месте будущего водоема образовалась котловина впоследствии наполнившаяся водой 2 версия гласит что байкал родился благодаря движению ледника но в последние годы эту теорию подвергают критики правда налицо свидетельство перемещения ледников в этой местности находят нехарактерные породы которые вероятно и принесли с собой ледяные массы озеро байкал находится в самом центре азии месте древних культур и первые упоминания о нем найдены в китайских летописях датируемых вторым веком до новой эры письмена не сохранились но упомянуты в записях никита бичурина бывшего послом в китае согласно археологическим раскопкам первобытные люди обосновались на байкальских берегах вперед позднего неолита а в бронзовом веке пространство уже было густо заселено десятками племен установлено что до двенадцатых тринадцатых веков при байкале жили барбуты монгольский народ который впоследствии был изгнан бурятами любопытно что и те и другие а также ряд остальных народов здешних мест относились озеро как святыни одушевленному существу это передалось и русским первый русский человек побывавший на байкале это курбат иванов тобольский казак прибыл сюда в 1643 году во главе отряды и присоединил материковые территории у байкала вместе с островом альфом россии обитавшие здесь бурят и стали подданными царям это была скорее военная миссия а в 1646 году сюда пришла экспедиция под предмотительством василия колесникова которая уже начала первые исследования изучили восточное побережье описали окрестностей нанесли их на карту 1653 году сюда появился пётр бекетов обследовавший южную часть байкала также он прошел по дельте селенги и хилпу падающим рекам впервые научное описание озера и прилегающих территорий появилась 1675 году составителем стал дипломат и ученый николай спафари он подробно описал природу побережья и аборигенов 1723 году уже при петре первом озеру отправился даниэль мессершмитт экспедиция немца на русской службе помогла составить самую точную для своего времени карту и географическое описание при байкале затем здесь побывал и витус берин составивший новую версию карты исследования шли урывками вплоть до середина 19 столетия пока не приняли систематический характер за дело взялся гидробиолог венедикт дымовский он основал здесь первую постоянную научную станцию с этого времени байкал непрерывно находится в поле зрения ученых умов россии откуда же взялось название озера байкал это еще одна загадка для ученых как и вопрос о его происхождении опубликовано около 10 научных исследований посвященных этому правдоподобнее остальных выглядит гипотеза по которой наименование восходит в тюрском байкуль что переводится как богатое озеро впрочем право на существование отстаивают и еще два предположения связанные с монгольским языком слово байкал означает богатый огонь а байкал далай большое озеро жившие при байкале народы именовали водоем по разному например у эвенков лам у бурятов байгалнур даже у китайцев есть собственная версия бэйхай что значит северное море русские землепроходцы 17 века поначалу придерживались эвенкийского варианта затем перешли на бурятский и заменили г на к вместо байгала появился байкал озеро байкал находится в азиатской части евразии на границе бурятии с иркутской областью оно признано глубочайшим озером земли наибольшим резервуаром пресной воды для сравнения один байкал превосходит по объему все пять великих озер сша и канады байкал протянулся с юго-запада на северо-восток на шестьсот двадцать километров имеет очертание полумесяца ширина меняется от двадцати четырех до семидесяти девяти километров длина береговой линии достигает 2100 километров водная поверхность расположена выше уровня мирового океана на четыреста пятьдесят пять с половиной метров а глубочайшая точка ниже на 1167 километров площадь зеркала озера составляет тридцать одна тысяча семьсот двадцать два квадратных километров объем свыше двести тридцать шесть половиной тысяч кубических километров это 19 процентов от мирового запаса пресной воды котловина в которой плещется озеро со всех сторон окружена горными хребтами и сопкой правда если на западном побережье преобладает обрывы восточная более пологая долине расположена три вулкана старый перетолчина и кропоткина на байкале разместилась 27 островов крупнейший альфон он возвышается над водной гладью практически в центре и занимает площадь семьсот двадцать девять квадратных километров длину вытянут на 71 километр ширину на 12 километров невозможно точно пересчитать впадающие реки среди больших и маленьких речушек вместе с узкими ручьями немало таких которые периодически исчезают кроме того предполагают что до 150 из них больше никогда не вернуться в сезон половодия из-за антропогенного фактора по приблизительным оценкам сегодня притоком является более 300 рек среди них барбузин сарма селенга турка и другие а вытекает из озера байкал всего одна река ангара могучая и стремительная она вырывается из акватории озера и через 1800 километров впадает енисей несмотря на то что озеро байкал неофициально называют море его вода отличается по характеристикам от морской она мягче поскольку содержит мало минеральных веществ кроме того здесь крайне мало взвешенных примесей из-за этого байкальская вода славится прозрачность ясную погоду с борта судна удается разглядеть но на глубине до 40 нет еще одна особенность дешней воды заключается в насыщенности кислорода его доля 14 миллиграмм на литр что вдвое больше чем в остальных озерах дело в том что по мере снижения температуры воды кислород расстрояется в ней лучше а местные поверхностные воды прогреваются слабо даже летом не больше 9 градусов тепла редко в заливах показатель доходит до плюс 15 а на глубине от 100 метров и оси от 3 до 4 градусов тепла байкал единственный природный резервуар с водой готовы к питью без дополнительной обработки озеро заполняется поверхностными водами которые не успевают насытиться солями кроме того расход воды равняется приходу поэтому минерализация держится на постоянном уровне правда последние годы экологи бьют тревогу из-за ухудшения состояния бассейна казалось бы байкал уже давно охраняется людьми поэтому ему ничего не угрожает но это не так сильное загрязнение поступает сюда из-за развивающейся промышленности на окрестных территориях опасные вещества приходят не только из главного бурятского города улана-дэ с устаревшими очистными системами также вреден целлюлезно-бумажный комбинат он уже закрыт но до сих пор не ликвидирован еще одна антропогенная опасность связана с увеличением туристического потока автоматические природные зоны наполнялись отходами с длительным периодом полураспада вред также исходит из соседней монголии по реке селенги оттуда приходят загрязнения из-за деятельности столицы улан-батора горнодобывающей и золотодобывающей промышленности а также местной гидроэлектростанции обнадеживает что о проблеме не молчат и старается обратить на нее внимание властей байкал сегодня тщательно изучают поэтому есть надежда что он не погибнет вместе с уникальными обитателями озеро байкал славится тем что здесь водится масса редкой рыбы омуль налим крупные осетры возрастом до 60 лет кроме того в нем плавает уникальная рыба под названием голомянка ее особенность в том что она относится к числу редчайших живородящих рыб самый многочисленный обитатель озера рачок эпишура питается водорослями и бактериями а сам становится кормом для других жителей а на дне водоема обитают древнейшие существа пресноводные губки байкальская достопримечательность нерпа это пресноводный тюлень внешний эндемик животное развивает скорость до 20 километров в час умеет по часу плавать на глубине до 400 метров на таежных склонах также хватает редких представителей фауны это северный олень и зюбрь кабарга росомаха крыс и другие редкое существо варгузинский сопы живет в местном заповеднике и охраняется государством не менее разнообразен и растительный мир числе типичных представителей при байкальской флоры рододендрон сибирская сосна здесь установили возраст одной из сибирских лиственик 700 лет а также нашли 550-летний кедр деревья до сих пор плодоносят здесь присутствуют реликтовые растения волчий ягодник обыкновенный цицерия парижская арсеньевия байкальская и другие только в этих краях произрастает копеечник предбайкальский овсяница баргузинская а в воде насчитывается до 200 видов эндемичных водорослей река ангара несет чистейшие воды байкала почти на 2000 километров на ней размещен ряд водохранилищ для обеспечения сотен тысяч людей питьевой водой за счет того что байкал великий запасник пресной жидкости и место обитания тысяч видов живых существ с 1996 года он стал объектом наследия юнеско значение имеет местный рыбный промысел промышленных масштабах добывают омуля сега осетра хариуса окуня и других местные рыбные заводы сочетает искусственное и естественное разведение вокруг озера лежит заповедная зона том числе старейшие в россии в аргузинский заповедник при этом территорию используют для организации курортов и зон отдыха на термальных и минеральных источниках в акватории озера обнаружены нефтяные залежи сегодня их активно разрабатывают кроме того здесь нашли иные полезные ископаемые золото уголь марганец медь свинец и другие в глубинах рек и озер нередко находят удивительные вещи байкал не стал исключением как недавно выяснилось на дне озера годами накапливалась затонувшая техника провели специальную операцию при которой удалось поднять автомобили снегоходы катера и самолет одна из интригующих находок железнодорожный вагон давно было известно что на здешнем участке транссибирской магистрали происходил ряд происшествий в том числе во время великой отечественной войны поэтому исследователи не раз пытались найти их следы и вот однажды дайвером попался железнодорожный вагон увы внутри ничего не было но предположили что он мог быть частью военного эшелона рядом обнаружили ящики с патронами когда ученые опускаются в глубины байкала иногда удается делать научные сенсации так однажды там нашли каменные валуны обкатанные булыжники стали доказательством того что раньше здесь была суша ведь они подобно галики образуются только в местах течения воды или прибоя однажды исследователи на глубоководном аппарате нашли на дне 4 блестящих бруска но поднять их не получилось после изучения фото эксперты предположили что это вероятно бесследно пропавшие золото колчака о котором давно ходят легенды известно что в 1914 году адмиралу колчаку поручили спасти золотые запасы от большевиков но случилось крушение поезда как раз на круга байкальской железнодороги и поезд пошел ко дну долго считали что координаты крушения не найти но в 2009 году остатки эшелона были обнаружены правда добраться до них пока не удается а значит до подтверждения или опровержения легенды еще далеко также ходят слухи что на байкале появляются мистические вещи например здесь часто видят миражи или нечто похожее во всяком случае очевидцы описывает некие человеческие силуэты неопознанные объекты и тому подобные странные явления среди местных дурной славы пользуются мыс рыпий они никогда к нему не приближаются ни со стороны воды не суши но изредка находится смельчаки готовы бросить вызов неизведанным правда судя по рассказам их лодки непременно бог и сильно повезет если удастся вернуться невредимому ученые считают что 8 миллионов лет назад на этой территории были субтропики годовая температура воздуха в среднем держалась на отметке 24 градуса тепла как сейчас в индии а тогда лотос и магнолий и пальмы росли по берегам байкала но потом климат изменился и стал таким каким его знают современные люди впрочем с учетом разговоров о грядущем глобальном потеплении вполне вероятно субтропики вернуться в эти края опять любопытно что в россии есть еще восемь озер с таким же названием например в якутии или в томской области кроме того свой байкал нашелся и в казахстане местные и те кто часто бывает на байкале знаю что каждый год он выглядит по-новому вода зимой замерзает не одинаково лед принимает причудливые формы из-за волны образуются пещеры гроты пузыри и скалы из-за льда при этом лед всегда прозрачен сквозь него можно смотреть как в окно озеро байкал важный хозяйственный и географический объект исторический и культурный память а также место скопления редчайших представителей флоры и фауны поэтому задача современных людей и будущих поколений сохранить этот край и не дать ему погибнуть а а